Многие обыватели, несмотря на то, что бадминтон давно олимпийский вид спорта, до сих пор считают не иначе как пляжным развлечением. Однако все совсем не так. Бадминтонист это многогранный спортсмен с поразительной реакцией и скоростью, выносливостью и расчетливостью. При таких скоростях и нагрузке спортсмен должен еще и головой работать хорошо, рассчитывая действия свои и противника на три удара вперед. Об особенностях такого вида спорта, как бадминтон, нам рассказал главный судья соревнования Фонатов Владимир Трифонович. Бадминтон у нас зародился в Кургане в 1971 году и основателем будет Артур Венедиктович Андреев, доцент кафельной сварки после проекта учебной. Да, кстати, вместе с тем, то есть я, который являюсь сейчас главным судем этих соревнований, Фонатов Владимир Трифонович, вот вместе с Артуром Венедиктовичем мы в 1973 году на первенстве Советского Союза оказались в восьмое место и нам присудили кандидата в мастера спорта. Поэтому я в какой-то степени тоже являюсь корифеем или основателем бадминтона. Что в бадминтоне интересно? Это очень быстрая, эмоциональная, темпераментная, сильная, волевая игра. То есть все положительные качества, которые принадлежат в спорту, являются как раз и относятся к нашему бадминтону. Кроме того, чтобы сильно ударить, быстро бегать, нужно еще думать головой и играть на опережение с противником, соперником. Своими впечатлениями поделились участники соревнования. В Спартакиаде участвую уже трудно сказать. Значит, первый раз я приехал в 1986 году, значит, получается, уже, наверное, 31 раз участвую в Спартакиаде. В Кургане уже был на Спартакиадах тоже несколько раз. Первый раз, по-моему, чуть ли не в 1988 или 1989 году в Кургане был на Спартакиаде. Как ни странно, жили в той же самой гостинице «Москва», как и сейчас. Курган для меня очень симпатичный, приятный город. Нас приветливо и дружелюбно встретили коллеги из Курганского университета. Мы довольны организацией соревнований, довольны участием в этих соревнованиях. Значит, бадминтон в Кургане – это развивающийся вид спорта. Нас, бадминтонистов, не так и много. Поэтому мы приглашаем всех желающих, особенно студентов. Нам нужны молодые, сильные, энергичные ребята и девушки, которые придут нам на смену и поднимут курганский бадминтон на недосягаемую для других городов высоту. Всем сотрудникам КГУ мой пламенный привет! В бадминтон преподаватели сыграли с таким результатом. Первое место – Южно-Уральский госуниверситет, второе место – КГУ, третье место – Томский политехнический университет. Что касается наших участников, то третье место – Елена Тебенькова, доцент кафедры экологии и безопасности жизни и деятельности, в личном зачете заняла третье место по первой женской ракетке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова